Российский завод Volkswagen Group Rus вскоре обретёт новых владельцев. Во всяком случае, об этом сообщает коммерсант со ссылкой на собственные источники. Напомним, что калужский конвейер, в прошлом году отметивший 15-летие, способен ежегодно выпускать 225 тысяч автомобилей. До прошлого марта здесь собирались кроссоверы Volkswagen Tiguan, а также родственные лифтбеки Volkswagen Polo и Skoda Rabbit. Сейчас приобретением простаивающего актива заинтересовалась АФК-система. В случае, если сделка по продаже завода состоится, российская инвестиционная компания может создать целый машиностроительный холдинг. Также источники издания сообщают, что АФК планирует привлечь крупный казахстанский холдинг Allure. Этому автопроизводителю, в свою очередь, принадлежат весьма продвинутые сборочные площадки Агромаш Холдинг и СРАРК Автопром. На последний трудятся свыше двух тысяч человек, а основной продукцией долгое время были автомобили Джак. Но недавно Кастанайский завод вдобавок наладил сборку кроссовера Kia Sportage, а вскоре компанию-паркетнику составит седан Kia Cerato. Что касается возможного будущего калужского предприятия, то оно, как сообщают собеседники коммерсанта, продолжит выпуск имеющихся моделей. Правда, для этого придется найти поставщиков из дружественных стран. Впрочем, у Allure имеются китайские совладельцы, поэтому нельзя исключать, что казахскую сторону привлекают как раз для того, чтобы наладить поставки необходимых компонентов через Поднебесную. Кстати, в Калуге помимо автомобильного имеется и моторный завод Volkswagen. Но интересен ли он покупателям, коммерсант умалчивает. Бывший автозавод Ford Motor vax в Севолжске арендован деревообрабатывающей компанией. И в ближайшее время арендатор организует на территории производство пиломатериалов. Само событие осветило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области. Впрочем, завод уже давно не автомобильный и даже не завод. Ford все закрыл и вывез еще три года назад. В декабре 2021 года цеха купила корейская компания Sangwu Hightech. Во Всеволжске хотели наладить производство компонентов для петербургского завода Hyundai Motor. Однако весной 2022-го конвейер, с которого сходили Креты, Солярисы и Рио, остановился. И Sangwu Hightech заморозила свой инвестиционный проект. Редактор субтитров А.Семкин